Когда была тема насчет обращения к ним с просьбами к святым, я сказал, а что к ним обращаться, они же мертвые, они же не смогут помочь. И они так отреагировали, что ты говоришь, что Конта Хаджи мертв? От этой их реакции я понял, что я что-то не то ляпнул. Я сразу сказал, стоп, 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 я просто там неправильно выразился. Я даже не знал вот этой вот темы и пострадал. А представляете, вся кадыровская пропаганда религиозная построена на проталкивании, продалбливании, навязывании суфизма. И одним из толпов этого суфизма является убеждение, убежденность в том, что Конта Хаджи, один из шейхов, устазов, руководителей, в общем, это одного из суфийских орденов, что он, а это человек, живший во времена имама Шамиля, 19 век, убежденность в том, что он не умер, он вознесен, и когда придет время, он как пророк Айса, должен вернуться, причем вернуться он должен именно в Чечню. Это то, что нельзя вообще никак оспаривать. Если кто-то рискнет публично сказать, что он мертв и не вернется, этого человека ждет очень жесткая расправа. Надо сказать, что суфизм в Чечне, он в принципе делится на два таких основных направления, накшабандийский и адарийский. Понятно, что накшабандийцы, они не верят в это, что этот Конта Хаджи, он не умер, что он, значит, вознесен и должен вернуться в своей основе. Но они это говорить не могут. То есть они там, может, в своих кругах это обсуждают, но публично никто из их деятелей подобное сказать не может. И так, в принципе, это было и раньше так, и продолжает быть таковым и сейчас. И поэтому я сейчас хочу обратить внимание, давайте для начала, чтобы не было вопросов, что я от себя говорю, давайте посмотрим, как это утверждает Салах Межиев, муфтий кадыровский. Межиев, муфтий кадыровский. Здесь, кто не знает чеченского языка, он здесь говорит, что Конта Хаджи жив, в этом нет никаких сомнений. Он, значит, путешествует сегодня по миру и призывает людей к исламу, то есть распространяет ислам в этом мире. Он говорит, что он путешествует между Китаем, Индией, Африкой и приводит там людей в ислам. Во время этого эфира, они где-то на телевидении сидят, там рядом с ним сидит один из потомков. Потомком его назвать неправильно, потому что это потомок по линии дочери. Но, в общем, некий какой-то там четвертый, третий или четвертый внук этого Конта Хаджи по линии дочери этого Конта Хаджи. Потому что у Конта Хаджи не было сына, и у него каких-то прямых потомков в его роду нет. В общем, настолько это как бы догма, кадыровская догма, это никак оспаривать нельзя. Вот посмотрите, сам Кадыров, например, то же самое говорит. Минутку, я что-то я не то включил. Не тот ролик, давайте, ладно, я вам его на телефоне поставлю. Я, когда готовился к эфиру, не тот ролик включил. Вот слова самого Кадырова. Вот он, вот это видео, и вот послушайте, что он говорит. Нет, он говорит, никаких сомнений в том, что Хаджи объявится среди нас. И поэтому я сейчас хочу обратить твое внимание, Кадыров, на другие твои слова. И хотелось бы, чтобы ты как-то прокомментировал, может быть, что-то изменилось. Давайте сначала посмотрим, что сказал Кадыров. У меня была мечта умереть, чтобы увидеть пророка и увидеть своего устаза, Кунта-Хаджи, говорит Кадыров. И поэтому сейчас к тебе вопрос. Что-то изменилось, Кадыров, вы узнали о том, что Кунта-Хаджи все-таки мертв, он уже не вернется? Есть ли какие-то изменения в этой вашей догматике? Как относиться к этим твоим высказываниям? Зачем тебе нужно умереть, чтобы увидеть Кунта-Хаджи? Ну и пророка, ладно, нет, да, сомнений, мир ему заняла, что он мертв. Соответственно, здесь это было бы логично. Ты умираешь, и ты, если ты считаешь, что после смерти там можно как-то встречаться, видеться, окей, ты бы увидел пророка. Но Кунта-Хаджи, по вашим же утверждениям, он ведь не мертв, он ведь жив, он ведь путешествует сейчас между Африкой и Китаем. Как ты можешь его увидеть, умерев? Чтобы его увидеть, тебе наоборот надо жить, по логике, если он жив. Поэтому, если, раз уж ты это сказал, пусть твой муфтияд какое-то разъяснение сделает. Вы все-таки для себя открыли, что он умер, и теперь, чтобы его увидеть, вы должны тоже умереть. Либо это нужно как-то иначе понимать, либо, может быть, конкретно ты прозрел. Короче, дай какое-то разъяснение по этому поводу, потому что это очень сложный момент. Сейчас, может быть, люди не в теме, сидят и просто глаза сделали, выкатили их, и удивленные слушают нас. На самом деле, это реальная, как бы, насущная проблема внутри Чечни, потому что я лично сам столкнулся с этим, когда я был похищен Исламом Кадыровым, я сидел там среди вот этих хитанаев, шахидов и прочих. Я тогда не знал, что Кунта-Хаджи, что они верят в то, что он вернется, они думают, что он жив. И я позволил себе там сказать, типа, ну, они же уже умерли, они же мертвы. Когда была тема насчет там, прошения, обращения к ним с просьбами там, к святым, я сказал, а что к ним обращаться, они же мертвы, они же не смогут помочь. И они там, они так отреагировали, что ты говоришь, что Кунта-Хаджи мертв? От этой их реакции я понял, что я что-то не то ляпнул. Я сразу сказал, стоп-стоп-стоп, я просто там неправильно выразился. Я даже не знал вот этой вот темы и пострадал. А представляете, если ты, зная там что-то такое, скажешь, какая будет у них реакция. Поэтому это очень важный момент. Может быть, уже можно говорить? Может быть, запрет на это снят? Это стало приемлемым разногласием в этой суфийской, в Аль-Суфе, в Аль-Чешане. Может быть, теперь можно там эти вещи, об этом как-то спорить, дискутировать? Короче, дайте разъяснение, мафтеят. Уже надоело в этой неразберихе жить. То он у вас вернется, то вы должны выберечь, чтобы его увидеть. То он у вас между Африкой и Китаем призывает. Дайте разъяснение, пожалуйста. Дайте разъяснение, пожалуйста.